Приветищи! Посмотри на свой экран, что ты видишь? Ну конечно же, это же железный человек в средневековье! А, точнее, это железная рыбеха! Действительно, там же вместо головы рыба плавает в кастрюле, точнее в аквариуме! Боже ты мой, откуда такие технологии, да в средневековье, да и как вообще она без рук собрала себе этот экзо-костюм? О, сколько вопросов! Надеюсь, сейчас-то мы с тобой узнаем ответы на все эти вопросы! Ну что ж, предлагаю тебе отправиться со мной в путешествие этот удивительный мир и разузнать, что вообще здесь, собственно, происходит! Погнали! Ату был обыкновенным роботом-фермером, который жил на окраине небольшой деревушки. Всю свою жизнь он заботился о роботах-ветеранах, уже служивших свое. Он смазывал их ржавые тела подсолнечным маслом, сделанным из семян подсолнухов, которые выращивал сам. Работа эта была тяжелая, но он был невероятно горд тем, что приносил пользу другим. Кроме того, от стариков можно было услышать много разных интересных историй. Они рассказывали ему о своей молодости, о том, как путешествовали в дальние страны и участвовали в крупных сражениях. Ату всегда хотел путешествовать, но все его планы с треском провалились, едва он брался за них. А еще он слишком хорошо знал, насколько опасны существа, водившиеся в ближайших лесах. Так зачем идти на такой риск, чтобы посмотреть, что находится за пределами родной деревни? Ну, одним тихим летним днем на деревню внезапно напала шайка роботов-бандитов. Они не только украли жизненно важные запасы масла у подопечных Ату, но и забрали все ценности у местных жителей. Ату был твердо уверен в том, что помочь остальным это его долг, так что он решил смело отправиться в опасные лица и встретиться со своими страхами лицом к лицу. Он одолжил у одного из пожилых роботов ржавый меч и выдвинулся на поиски украденного масла, без которого жителям деревни было просто не выжить. Ату решил, что для незаметного отступления лучше всего будет пройти под деревней, через соединенные друг с другом подвалы, предназначенные для защиты людей от вражеских атак в военное время. О, наконец-то мы управляем нашим крутым роботом! История, конечно, захватывающая, но, к сожалению, они так и не рассказали, откуда взялись у рыбок вот такие крутые экзоскостюмы. Экзоскелеты, хотел сказать, экзокостюмы! Кстати, прислушайся. Ты слышишь, как пневма работает или там амортизаторы? Вот это технологии! Они уже в средневековье были! Рыбёха, ты очень загадочная! Мне бы такие технологии сейчас! Так. Что там? Шпинчики, болтики всякие какие-то подобрали. Наверное, рыбка питается этим. Хотя, как она питается? Непонятно, через свою кастрюлю. Так, здесь проход, походу, прорубить надо, да? О! Слушай, вот это бункер! А, ну правда же, там же писали, что это для защиты людей. Кстати, для защиты людей там было написано, они считают себя людьми! Это не просто рыбёха с кастрюлей! Так, я вижу, там масло или что это? Это еда... Что это? Супчик! Супчик я хочу! Ну-ка, давай-ка. Так, вы нашли масло! Оно источник вашей энергии, так что... Это очень ценная находка. Надо выдуть, надо выдуть! По-любому, давай. Ты видел, как она выпила её? Я думал, она сейчас себе в аквариум зальёт, а она себе куда-то там в кастрюлю свою вылила. Ну, рыбёха ты даёшь. Так. Я вижу препятствия. Электричество. Подожди, в Средневековье было электричество? Этот мир очень много загадок в себе хранит. Так, ага. Мечом я здесь воспользоваться не могу, значит... Оу! Господи! Мой аквариум треснул. Да хотя нет, вроде. Вроде, рыбёха целенькая, не вытекла пока. Значит, ползём дальше. Что-то у нас здесь такое. Ага, проход нет. Ползём вниз. Как здесь озвучено всё классно. Ядрём, вот он. Я что, в водичи спустился? Здесь сейчас бесы повылазят, наверное. У меня кастрюля закипела. Рыбёха, не сварись там. Аккуратнее. Я так полагаю, что... Блин, эту бочечку сломали. Я так полагаю, что... Рыбка-то может свариться, и всё, мы без мозгов останемся. Кем? Точнее, кто же роботом-то будет управлять? Экзоскелетом этим. О, как Джойстик трясётся. Блин, а чё это? Чё это я не могу разбить этот ящик? Всё, кастрюля сильно перекипела, да? А, ползём вниз. Сейчас что-нибудь найдём. О, о. Значок. Эльдинки или это? Снежочек. Что там? Как? О, выпало что-то. Ну, подберём. Вы нашли охлаждающую жидкость. Она может снизить температуру вашего тела, чтобы выпить... А, это я уже другой читаю. Так, ладно, давай быстренько выпьем. Ейдрён, мотор мой. Это как в машине, знаешь, залил, короче, не... Это... Как она? Антифриз. Ну, охлаждайку для двигателя, и всё. Я снова закипел. Да ёкарный. Давай ещё выпьем. Давай, выпивай, выпивай. Да, в такой местности мне побольше надо такой жидкости. Эп, эп, эп. Стрелочка наверх, но я, в принципе, прорубил наверх дырей. Ползём. Фук, наконец-то из пекла выбрались. Ну, мне всё равно чё-то, пердуля, подымляется немножечко. Фу-у-у, бочечка с маслом, с едой, что это? Что там, куча еды? Куча еды, берём. Кстати, да, да-да, мы же всё-таки роботы, нам надо почаще смазываться. Давай-ка сейчас зальём себе, вот. Вон там, вот сверху у нас шкала масла поднимается, а то если я не буду выдувать это масло, я же заржавею, и всё, и зарасту мхом в подвальчике. Хе-хе. Поднимаемся наверх, что у нас здесь есть? Есть проходик? Нет проходика, значит, нам сюда и в туннельчик. О, выбрались из наших кодокомб. Ммм, какой прекрасный мир. Всё зелено, здесь ничего нет. Ползём дальше, точнее плывём. Мы же всё-таки рыба в аквариуме. Я слышу электричество. Ну-ка. Ого, смотри, там маленькие рыбки. В каких-то, я не знаю, там мины, щупальцы, что это такое? В какое-то странное сооружение, очень злое. Ладно, пошли отсюда. Я так полагаю, что вниз мы не можем спуститься, да? Ага, точно не можем. Хоть как. Ладно, пошли дальше. Может, мы как-нибудь туда вернёмся. Так, я вижу наверху, вон там, смотри, это мина какая-то. А-а-а, и рыбка сразу высунулась. Активировалась эта штука. Блин, я думал, рыбки это вообще добрые существа. Они вон какие злюки. Здесь не пробраться, значит, наверх лезем. Так. Ага, я их атаковать могу. Ясно. Это мои недруги. Запчасти эти все собираем. Вдруг я в путешествии своём сломаюсь, будет чем починиться, по крайней мере. Фикс, вон там ещё одна есть. Сюди. Смотри, а там дохленькая рыбка валяется, вот она. Или это я только что её укокошил. Фу, какая она такая, знаешь, это обсохшая. Фик. А если я на неё встану? О-о-о, нифига себе, как она трескается. О-о-о, ты посмотри, реально аквариум-то трескается. Ядрён, вот он. Ползём вниз. Что у нас здесь есть? Здравствуйте, кнопочка какая-то синенькая. О-о-о, зелёненькая, дальтонизм, господи мой. Почему зелёненькая, а как же красненькая? Как нажать на эту кнопку? Нажмись. Нажмись на кнопку. Блинский блин, она не нажимается. А как? О, наконец-то. Ах, ты посмотри, нажимается даже нифига не зелёненькая кнопочка, а вон тот квадратик бежевенький. Мда-а-а. Вот это обманочка. О-о-о, жесть. Мир точно сведёт меня с ума. Куда дальше? Сюди? Мы снова в кадалком бы забрались. Ну, блин. Давай тогда вниз спустимся. А-та-та! Получайте по рогам своим. Коробочка. А куда я, интересно, это всё собираю? Вот мне интересно. Я тоже всё это скидываю себе в кастрюлю? Хм. Что у нас нет? А, это проход дальше. Ю-у-у. Знаешь, что мне очень сильно не хватает в этом костюме? Ракет. Как у Железного Человека, чтобы летать можно было. Вот это было бы круто. Чё у нас в коробочках? Коробочках, ящичках. Эээ, бочечках. Во, вспомнил, как это называется. Склероз. Да. Ну, всё-таки я же за рыбёху играю. Ну, что поделать. У неё, в принципе, не так уж много мозгов. Хотя собрала как-то себе этот экзоскелет. О, сундук. Только про сундук сказал, и тут сундук. А как открыть? Открыли сундук. Смотри-ка. Ничего себе. Кажется, я себе новые руки нашёл. А как в инвентарь? Как в инвентарь? Ой, жидкости залил. Я сейчас замёрзну, да? Нет, хотя только датчик температуры замёрз ненадолго. Так. А как мне инвентарь открыть? Подскажите, пожалуйста. Здесь ещё один сундучок. О, сколько денег. Неужели здесь ещё и у рыбмагазин есть, чтобы покупать себе какие-то деталюшечки? Магазинчик. Как же... О! Что это такое? Это карта какая-то. Эм, можно я отсюда выйду? Так, так. Чё нет-то? Рыбёха ещё... Ты посмотри, рыбёха ещё базарить умеет? Ну, как базарить? Э-э, это же не разговор, правильно? Эм, а как мне в инвентарь выйти, пожалуйста? О, вот, наконец-то. Ты глянь. Сколько у меня тут запчастей. О, треснутый аквариум. Сама костюля, руки, ноги и покоцанный меч. А как мне вот эти вот ручки? О, железные руки. Древесного жителя. Броня... Эээ, как это объяснить? Броня с горошину. Или броня плюс два. И точка. Броня точка. Плюс... Хотя бы какой-то был. Я не знаю. Так, я поменял себе руки. Ты посмотри, мы реально модернизируем свой железный костюм. Афинеть. А вот это можно выкинуть как-то? Это на икс выкидывается. Вот, я это выкинул. Круто. Хотя давай мы их подберем. Может тут реально магазины есть, где я потом это все дело продам и куплю себе крутые новые навороты. О, какую-то бумажку туалетную подобрал. А, полезли отсюда. Дряпаем сюды. Тарим-пим-пим-пим. Снова выбрались на природу. Можно залезть наверх. Мы сейчас это и сделаем. Что у нас тут наверху? О, что это за штука такая крутая? Так, понятно. Ее нужно как-то активировать. Что-то здесь должны мы найти, что поможет нам это... Ну, шатер. Что он здесь делает? Что внизу есть? Я вижу, что там что-то есть. Нет, нифига нету. Кнопочка снова зелененькая, которую мы не... Офигеть. Я перевернул целый столб. Мощно. Все, это я типа сохранился. Чекпоинт. Я понял. Зайдем в шатер. О, хомячок. Серьезно? Попугай дохлый, смотри, в клетке. Хомя. Я не могу. А там вон какая-то кисть болтается от робота. Не, ну я... У меня дар речи пропал. Просто я не представляю, кого еще здесь встречу, у кого есть экзоскелет. Есть у всех экзоскелет. У хомяка, у рыбы, но у человека его нет. Ладно, давай поговорим. Ё-моё, сколько у тебя интересного. Слушай. Что тут есть? Вот это масленка. Ну, масленка просто понятно. Это охлаждающая жидкость. Это маленькая петарда. Маленькая бомба молотова. Бронзовые руки крестьянина. Неинтересно. У меня, в принципе, денег нет. У меня всего 380 монет. Маленькая шоковая бомба. Железные ноги древесного жителя. Броня и скорость охлаждения. Вот это я бы купил, конечно. Железная голова древесного жителя. Вот она как называется. Короче, это железная голова. Это не аквариум нифига. Обыкновенный медный корпус. Обыкновенные медные ноги. Обычные латунные ноги. Угу. Я понял. Короче, ловить мне здесь пока нечего. Ясно. Выходим отсюда. Всего доброго. Хамичелло. Ооо. Можем потренироваться, да? Смотри, смотри, смотри. Ооо. Я закипел. Офигеть. Короче. За что? Ударить пугало 10 раз? За это достижение? Хо. Я крут. Так, я вижу там бумажечку. А, это стрелочки там. Угу. Короче, если я буду очень часто бить, махать мечом, то я закипаю. И это очень плохо. Грозит тем, что моя кастрюля развалится нафиг. Еще одно такое. Смотри-ка. Хм. Что же это за штука такая? Ладно. Идем дальше. Мне когда-нибудь кто-нибудь тут расскажет, откуда взялись эти роботизированные всякие штуки здесь в этом мире. Как они вообще собирались? Кстати, хомяк, в принципе, себе мог собрать такой костюм. У него есть руки. О, 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 рыбка. Нифига себе ты какая злая-то. Ну-ка попробую. Не подойдешь ко мне. Ага. Так. Первые опасности уже на моем пуче. Опять сушеная рыбка. А я могу ниже спуститься? Могу. Сейчас спустимся. Только вот эту вот добью. Махину. Монеточка. Бочечка. Шикардос. Спускаемся. А как вниз спустимся? А, вот как. А-а-а. Я да по... Капец. Вначале, значит, можно было все-таки спуститься вниз, да? Оказывается, надо было присесть и на кнопочку нажать. Ну, ладно, ну что. Ладно, заходим сюда. Да и что здесь? Потайной проход. Ммм. Что надо здесь? О, сундучок. Сундучок. Свиток. Надо почитать. Как почитать? Отлично. Вы нашли фрагмент карты. Его можно активировать в меню инвентаря. Эй, сейчас, 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 активирую. Подожди. Вот он, этот свиток. А-а. А-а. Вот. Фрагмент карты. А, я выкинул или я активировал? Непонятно. Вот. Это мы находимся здесь. Ага. Ясно. Что нифига не ясно. Так, куда-то я опять щелкнул. Так. Поперли дальше вниз. Самый низ. На днище. По-любому тут будет что-то интересное. Я уже чувствую. Так. Прыгаем сюда. А, кстати, может быть, там надо было подальше? Ёкарный. Ты что, рыбёк, с ума сошла? У нормальных руки вместо пил чудо-зверюха. Как ты такое себе сделала вообще? Ну-ка, иди сюда. Опа, опа, опа. Я сейчас закиплю. Фу. Оооо, я киплю. Фу. Фу. Киплю. Закипел. О, господи. Да. Сражения здесь будут протекать довольно интересно. А, ну а зачесался. Так. Всё, поднимаемся наверх. Видимо, я... Давай вниз ещё спустимся. Я проверю, всё ли я здесь собрал. Здесь какие-то дохленькие роботы без рыбок. Видимо, рыбки куда-то как-то убежали из своих скафандров. Ай. Не допрыгнул. Эээ, чертовски не хватает двойного прыжка. Очень, очень... О, наверх могу. Да? Точно. Потайная верхушечка. Сколько здесь всего интересного? Так. Куда это мы выйдем, интересно? Ага, это мы не вышли. Я слышу, что здесь кто-то есть. Ну-ка. Оооо. Ой-ой-ой-ой-ой. Мне масло срочно... Да ладно. Меня раскачегарили. Так. Я забыл масло выпить просто. А у меня, кстати, масла-то и нет. Значит, идём сюда. Хомяк. Здорово. Дай-ка нам маслечко за 50. Масло за 50. Здесь маленькая петарда. Кстати, очень маленькая петарда наносит врагу небольшой урон. Неинтересно. Маленькая загогательная бомба поджигает цель. Тоже неинтересно. Ладно, маслечко купим и всё. Валим отсюда. Во! Смотри! Хлыбы! И мы спустились вниз. А-а-а-а. Здесь какая-то штука включается. Что-что-что-что происходит? Я что-то запустил. Офигеть. Еруглипы какие-то. Это тоже запустить можно? Что? Как этим пользоваться? Ладно. Выходим. Пойдём посмотрим, что наверху происходит. Там что-то шандарахнул. Ну-ка. Не, ничего не запустилось. Да. Рыбёха до сих пор някает. Тогда бежим в подвальчик. Опа! А-та-та! Спускаемся вниз. Не подойдёшь. И-и-и. Чуть-чуть оставалось до закипания. Так. Надо знаешь, что сделать? Там же есть, э-э-э, типа как бы мостик. Вот так вот надо сделать. И-и-и. Пробиваем. Здесь, короче, очень много ходов. Хоть как проходить. Капец. И где я очутился? О-о-о! Вот эту штуку опустил. Там оса, смотри. Там оса летает. И в ней тоже рыбка сидит. Чудеса. Так, кнопка не работает. А-а-а. Я понял. Я понял. О-о-о! Там сундучок надо как-то забрать. И тут можно, в принципе, спуститься. Вроде как, да? О-о-о! Вот это я спусканулся. Сундучок. Меч! Меч выпал! Подбирай же его скорее. Пошли смотреть, что он дает. Так, бронзовый ураган. Урон единица, броня единица. Меч дает броню. Вот это жестко. Да, непростая игруха. Ящичек закрыто. Понятно. Ползем сюда. И сейчас хочу до осы добраться. Оса летит ко мне. Летит, пердит. Чуть-чуть задела своим жалом. Покоцало, поцарапкало мне. Немножечко так. Мой аквариум. Че у нас здесь? Монеты, джеки! Еее. В общем, предлагаю вернуться туда, где меня грохнули странные рыбехи с бензопилами. Поднимаемся наверх. Я ж могу здесь подняться, да? Да не, нифига не могу. Может быть, на эту кнопочку нажать? Так, красная. А, это лифт! Вон, ну че. Ясно. Отлично. Мы, по крайней мере, выбрались снизу. Да неужели здесь этот снова... О, 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 тихо-тихо. Ха, получай! Вот так вот видала, как я хитренько тебя обдурачил. И этого тоже отсюда могу. Вот это я понимаю жизнь. Моя кастрюльная. Заходим. Прим-прим-прим. Прыгаем. Давай, ну спускайся быстрее. Оу! Му! Масло вытекает! Все. Маслечко выпить надо бы мне. Да. Да и так, сейчас. Сейчас мы выдаем маслечко. Так. Масленка. Очень маленькая емкость с маслом позволяет незначительно пополнить его запас. Вот я, пожалуй, выпью. Пожалуй. Давай, заливай. Отлично. Незначительно. Так тут значительно я пополнил, так могу сказать. Оп. 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 А-та-та. Получай! Ржавый ежик! Куда бежим? Опа! Америка, Европа. Да что ж такое-то? Две целых две! Масло кипит! Э-па! Фух. Фух-фух-фух. Надо масло выпить срочно. У меня уже подтекает. Смотри, брыжит с меня масло. Ну, вроде бы все. Перестало брыжить. Собираем вот эту штуку. Оп-оп. Так. А, еще одна жидкость. Собираем. Все, поднимаемся наверх. Здесь вроде бы все зачистил. Ух, ну и жизнь моя рыбячая рыцарская. Рыбячая. Хе. Рыбеха рыцарская. Я даже не знаю, как это правильно назвать. Короче. Жизнь моя жестянка. Сундучок. Что на сундучке? О-о-о. Розовенькое. Так, давай-ка оденем. Такой звук прикольный. Сейчас. Сейчас мы оденем. Ну-ка. Обычная латунная голова. Температура перегрева. Единица. Урон единица. Башка тоже. Ух, как я круто выгляжу. Вот это я по-царски прям. Да. Ну, все. В принципе, здесь, походу, прохода больше нету. Поэтому выбираемся отсюда. О, медальончик. Кстати, у меня масло потекает. Мне бы где-нибудь подкрепиться. Как-нибудь, я не знаю. Заберем. Прекрасно. Вы нашли первый украденный медальон. И его владелец очень не обрадуется. А куда его сдавать? Ладно, потом по пути разберемся. О-о-о-о-о-о. У меня как бы совсем жизнек нету. Еще ты. Не-не-не-не. Хух. Короче, мне надо быть сейчас очень аккуратным. Получай по шапке. Спускаемся. Тихонечко спускаемся. Потому что есть вероятность, что я сейчас точно отхвачу люлей. А это прям не очень круто будет. Получай. Не дай бог, когда меня кто-нибудь дотронется. Ну, дайте масло-то где-нибудь, кто-нибудь. Масло надо. Что, вниз спуститься? Я ссыкую немножечко маслом вниз спускаться. Я слышу, там жужжание какое-то. Очень, очень некрутое. Масло. Ну так попробуй. Вот так вот тебе. Фух. А, чуть-чуть подкипел. Еще одно. Масло. Давай, давай, давай. Несколько бутылок. Прям камильфо. Заливаем все это дело. А, там еще бензопил, я вижу. Это не очень хорошо. Что тут выпало у нас? Шпинтики, винтики, болтики, молтики. Воу, 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 воу. Эскадрильи. Тихо. По очереди все. У меня масло может выкипеть. Уже выкипает. Так. Сейчас подойдем сзади. Получаю. Ай, 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 ай. Больно. Тихо. Да что ж такое-то? Фух. Все, я уже закипел. Надо с ними поаккуратнее. Ммм. Че смотришь? У меня-то костюм покруче будет. Кстати, опять масло на эту дефицит. Вот так вот буду ему по шапке давать. Получай ваплю. Еще одна кнопочка. Что за кнопочка? Сохранялочка. Отлично. Маслом подзаправились заодно. На чекпоинтах, оказывается, еще масло доливает. Это прямо очень круто. Знакомое местечко. Я вроде здесь уже был. Кнопочка. А-а-а. Все понятно. Мы здесь отоперли себе вот этот проходик. Что, 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 что? Что за звуки? Кто кого? Че кого? Я не понял. Че тут подстало? Что за засада? У меня даже масла нету. Вы офигели что ли? Десяток. Десяток. Киплю. Загипаю. Офигеть вы. Ой, больно мне. Ой, как мне. Надо выпить срочно. Давай, 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 давай. Сейчас все. Откинул. Откинул свои рыбьи. Остатки металлические. Так, я понял. Я понял, что мне сейчас предстоит здесь. Это будет жестко. Подстава, подставь. Остатки металлические. Остатки металлические. Маслица-то подтекает. Вот это я кирпичей здесь наложил. Ты посмотри, стеклянных. Я же заезжаюсь. Так, все, пошли дальше. Фух, сохранялочка. Да, я не ожидал, что такая западня будет. Фух, фух, фух. Вот так вот. Все, поднимаемся куда-то. А, это новое какое-то место, слушай. Мещ крутой. В общем, все. Это бесконечно, походу. Давай сейчас мы вот с тобой остановимся. И подведем итоги. Короче, мне эта игруха понравилась. Интересная задумка. Очень классная музыка. И, в общем, мне очень любопытно узнать, откуда вот эти вот эти скелеты у этих рыбех, хомяков. Возможно, мы еще кого-то встретим. Интересного персонажа какого-нибудь. Ну, а это мы уже узнаем с тобой в следующей серии. В общем, если тебе понравилось, пиши комментос под видос. А также оставляй свой лайкос. И не забывай подписываться, чтобы не пропустить следующих крутых видосов. Ну, а на этом я с тобой прощаюсь. Тебе еще раз спасибо за просмотр. Чего какого. Увидимся в новом видосе.